В Москве есть сотни мест, где никогда не бывает скучно. Можно, например, познакомиться с историей, точнее, даже окунуться в неё с головой. Легче всего это сделать на исторических фестивалях. Здесь всё как раньше. Стальные доспехи, боевое оружие, мужчина мерится силой. Дамы, а рядом. А дети наблюдают за настоящими рыцарскими поединками. Всё это сегодня предстоит из семьи Кельмухаметовых из Новосибирской области. Всем привет! Меня зовут Кельмухаметова Карина. Я из посёлка Краснообск. А это моя семья. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Меня зовут Русан. А я Рома. И все вместе мы летим на семейные каникулы! Рустам работает на бетонном заводе. В выходные глава семьи предпочитает заниматься спортом и регулярно принимает участие в марафонах. Татьяна сотрудница финансового отдела того же завода, что и муж. Она любит ходить под парусом на яхте. Карине 11 лет. Она профессионально занимается вокалом и танцами. Сын Рома учится в третьем классе и обожает играть на барабане и смотреть кино про рыцарей. В прошлом году Кельмухаметовы получили денежную выплату по программе «Молодая семья» и потратили средства на строительство дома. Люблю спорт, историю, различные состязания. И не прочь был бы помериться силами с каким-нибудь рыцарем. Мы, активная семья, любим посещать различные мероприятия, фестивали и готовы к новым приключениям. Мне очень нравится атмосфера и эпоха Средневековья. Я бы очень хотела увидеть, как рыцари срезаются за сердце дамы и, конечно же, примерить наряд. Я всегда мечтала примерить рыцарские доспехи и поддержать в руках настоящий меч. Ребята, привет! Привет! Как настроение? Круто! Что вы знаете об эпохе рыцарей? Ну, вообще, основные занятия рыцарей – это турниры, охота и пиры. А знаете, за что сражались рыцари? За сердце женщины сражались, конечно. Они соблюдали кодекс чести, клятву давали. Рома, а ты хотел бы стать рыцарем? Да, это очень круто. Наверное, доспехи очень тяжелые. Ну, сегодня все это у вас получится, все это сделаете. В Москве в 21 веке можно встретить настоящих рыцарей, понаблюдать за их боями. Готовы? Вот это да. Погрузиться в Средневековье. Тогда пойдем все. Классно. Исторические фестивали регулярно проходят в Москве. Мы на одном из них. Здесь представлены разные эпохи от Древнего Рима до Средневековья. Очень атмосферно. Как будто погружаешься в те времена. И средневековая музыка играет. Соответственно, погружаешься, да, на самом деле, похоже очень. Оружие, доспехи. Предлагаю начать не с рыцарей, а чуть пораньше, с Древнего Рима, с легионеров. Я туда же еще интереснее. Пойдемте. Вот он, дружные строи римских легионеров. Все как на подвор. Как я понимаю, принимают сейчас парад. Наверное, Цезарь. Здравствуйте. Не помешали? Добрый день. А вы Цезарь? Нет, я не Цезарь. Я являюсь примитилом. Это высший ранг Центуриона римской армии. Сейчас мы проводим строевой смотр и готовимся к жесткой тренировке легионеров. А обслуживание у вас настоящее? Конечно. Это все железо, не пластмасса или что-то. Сколько весит она? Варенка, 20 килограмм. Вы легионеры или кельты? Мы Ауксилария. Кто? Ауксилария, вспомогательная пехота Древнего Рима. А что у вас с рукой? Травмировал в бою. Ну что, давайте тоже сейчас переоденемся и примерим доспехи. Да, давайте. Так, пойдемте искать доспехи. Девушки, а вы преображаться будете здесь. Я буду вам мешать. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день, мы можем вас одеть, как Матрону. Хотите попробовать? Давайте. Пожалуйста. Это одежда называется туника. Их можно одеть через голову, ну? Давайте, помогу. Какая у меня красивая дочка. Но все лучшее детям. Рустам, вот и ваши девчонки. Ничего себе. Но тебе к лицу. Ты к лицу? Да. Какого это в доспехах-то быть? Дежелая кольчуга? Мне понравилось. Даже возникла мысль где-то приобрести кольчуга. Таня, а твой костюм где? Не достался мне пока костюм. Нет, нет. Костюмчик для вас тоже найдем. Готовы поискать здесь? Да, пойдемте. Так, вот и пришли. Здравствуйте. Что есть для нашей мамы? Ну и то, я теперь. Дорабыня. Прошу. Ну, какого костюмчика у меня еще не было. Дорабы – это ресурс, достаточно дорогой. Если это рабы какие-нибудь вещи, делать прическу своей хозяйке или одевающие, укладывающие, 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 укладывающие. Поэтому, чтобы их не стегать и не портить, отправляли на тяжелый моральный и физический труд молоть муту. Присаживаемся на колени, да, это целый день на коленях. Ну, хоть не стоит, но ладно. Кладем руки на жернова и вращаем. Вот так? Ну, в одну сторону, в одну сторону. А, в одну? Да, перекладываю. А вот так нельзя? Можно, но это может быть не так удобно. Во все века женское место на кухне. Работай, работай. Договоришься, я тебе хлеба-то не дам. Реконструкторы стараются воссоздать жизнь прошлых эпох в малейших подробностях. В старину люди требовали не только хлеба, но и зрелищ, а для них нужны были музыкальные инструменты. А барабан тяжелый? Тяжелый. А из чего надо делать? Из шкуры козла. Мам. С волынкой можно попробовать? Можно. Надуваешь мешок со всей силой. Ага. Еще, 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 еще. Слушай, Ром, что-то у меня не получается все вместе. Давай я буду дуть и зажимать, а ты вот на эти дырочки, как покажут, ставь пальцы. Сейчас я надую. Нижнюю, главное нижнюю высоту. Девчонки, смотрите, какая красота. Хотите тоже так научиться делать? Так, давайте. Тогда оставляю вас, обучайтесь. А что это за вееры? Эта вещь называется веерой. Оно пришло из Лидии и в основном оно используется для восточных танцев. Это пришло из Новой Зеландии. Такие, как бы, что-то типа шаманских танцев. Многие из вещей, которыми пользуются реконструкторы, продаются здесь же, на ярмарке. Конечно, это не бесценные средневековые оригиналы, а просто копии. Погосвет, знаете, что это значит? Нет. Время боев, собственно, пожалуй, самое главное на исторических фестивалях. Так что бегом кристаллищу, чтобы не опознать. Очень интересно посмотреть. Давайте, давайте. Финальное шоу фестиваля. Это рыцарские бои 5 на 5. На ресталище по очереди сражаются две команды. Удары можно наносить до тех пор, пока противник не упадет. Побеждает та команда, у которой в строю осталось больше рыцарей. Давай, 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 давай. Ибей, ибей, давай, давай. Фильм Мухаммедовы болели за команду рыцарей из родного Новосибирска. Но те в бою не выстояли. Проиграли наши, но... Ребят, ну закончились бои, а вместе с ними подошел к концу наш день. Как вам он? Мне удалось освоить искусство владения вееров. На первый взгляд сложно, а на самом деле просто. Так, а тебе что-то понравилось? Моя заполнилась переодевание. Я купила себе браслетик. Мне понравилось переодеваться в рыцаря в тяжелые доспехи и держать тяжелый меч. Захотел стать рыцарем? Да. Мне в целом весь фестиваль понравился, было очень атмосферно. Но самое, конечно, запоминающееся это бои. Совсем не ожидал, что настолько это по-настоящему, что настолько это тяжело. Я рад, что вам день понравился. Он, конечно, получился такой очень необычный, исторический, но насыщенный и познавательный. Спасибо. Желаю вам побольше таких насыщенных семейных выходных. Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока-пока. По-настоящему боевой, конечно, получился у нас сегодня выходной, но в то же время очень познавательный и интересный. И главное, никто не пострадал. Где еще в Москве время провести всей семьей, так же необычно, расскажу в следующий раз. Семейные каникулы продолжаются. Продолжение следует...